Наблюдаем, что она отрезок стартовый проходит не очень здорово. Катрин Целлер начала с 11-м результатом. Немецкая спортсменка 4 секунды от Николь Фессель. И здесь Николь Фессель идет на то, чтобы предварительный результат Марии Гущиной побить. Денис Херман. Вот еще одна немецкая гонщица. Очень неплохая команда. Сбалансированная у Франка Ульриха, который является бундестренером, великий биатлонист, ушедший несколько лет назад в поста тренера биатлонной сборной, нынче сосредоточился в лыжах. И немки, конечно, могут очень серьезно побороться вместе с Мирей Гёснер за золотые медали в эстафете. По крайней мере, такая цель стоит. Оли Брукс из сборной Соединенных Штатов. Четвертый результат на отсечке 4,4 километра. Тем временем, 6-ти километровка. Это уже пошел второй круг. Кайса выигрывает у Авроржана. А это лидер мировой лыжни последних лет. Спортсменка, которая здесь с блеском отличилась в стартовых видах программы, выиграв две личных гонки. Марит Бьорген. Она пропускала командный спринт. Она готовилась в том числе и к этому виду программы. Гонщица Универсал. Абсолютная звезда мирового спорта. И один из самых популярных спортсменов Норвегии. И норвежцы, кстати, больше любят лыжи, чем биатлоны. Если свидетельствовать о популярности той же Бьорген, того же Питера Нуртуга, то здесь великие Бергер и, имеется в виду, Тура и Бьорн Даллин, и Свенцов позиции лыжникам уступают. Так, Ферпикон в одни ноги. С небольшим преимуществом. Тем не менее, одна десятая доля секунды выигрывает на отсечке 6,8 километров у Кайса Мякаранен. 56-й стартовый номер. Это Денис Херман, представительница сборной команды Германии. Так, Шарлотт Калла. Вот еще одна весьма и весьма звездная спортсменка. После километра идет пока на четвертой позиции. Олимпийская чемпионка 2010 года как раз на 10-ти километровке коньковым ходом. Королева Ванкувера Шарлотт Калла. Венг из сборной команды Норвегии. Стартовала Хэйди Венг. Превосходно норвежки выглядели в предыдущем виде программы. Заняли весь пьедестал почеты. Первые четыре практически места принадлежат как раз спортсменкам из этой скандинавской страны. Ну а сегодня мы будем смотреть, как дальше развиваются события. Потому что совсем скоро уйдет на дистанцию Юлия Чикалева. Ну, собственно говоря, она на дистанцию уйдет буквально через 20 секунд. Я смотрю в окно комментаторской кабины и вижу, как настраивается на сегодняшнюю гонку Чикалева. 71-й стартовый номер. Агнешка Шиманчак, сборная команда Польши. И сразу же за ней под 72-м Чикалева убежит. 33-й номер. Это Анастасия Доценко. Бежит второй круг. Но понятно, что сейчас интерес для режиссера трансляции представляет титулованная финка Рита Лисаропанен. Основные успехи в эстафетных гонках у Риты Лисы. Пять подиумов на этапах Кубка мира. Одна победа. Но с поправкой на ее титулы, на ее впечатляющую спортивную карьеру, все-таки мы понимаем, что не так-то много она и выиграла. А это Юлия Чикалева. Лидер российской сборной, дистанционной команды. Пожелаем удачи Юле. Спортсменка из Вологодской области. Динамовка. Турутины Курицын личные тренеры. Юлия Чикалевой. Ну а сейчас, ну вот, понятное дело, что в тот самый момент, когда хочется, чтобы картинка продолжалась, уже с учетом того, что лыжный спорт – это несколько другой вид программы, показывает Шарлот Каллу. Хотя раньше, кстати, в этом смысле телезенщики были посмелее, но уританские нравы взяли свое. Шарлот Калла. Километр 800 и очень лихо она проходит этот подъем. Отыграла несколько секунд. Мы смотрим, контрольная отсечка позади и Гущиной. Результат она превзошла. Так, а вот Бьорген на километре абсолютно лучший разгон. Ждем, когда она приблизится уже к отсечке километра 800 метров. Екатерина Григоренко, сборная команда Украины. Так, Гёснер на отсечке 4,4 выигрывает прилично у Марии Гущиной. Раскатилась немка Элизабет Штефан из сборной Соединенных Штатов. С Гёснера идет практически вровень, проигрывая 0,3 секунды. Это 4-х километровка с небольшим. 4 километра и 400 метров. Так, Жукова на отсечке 6,8. 33 секунды уступает Макарарин. Идет пока восьмой. Гущина прошла отрезок 6-ти километровый. Хаген из сборной команды Норвегии. Мы смотрим. 66-й номер сегодняшней гонки. Заменившая Астрид Якубсен, которая должна была стартовать, но в итоге почувствовала себя не очень хорошо и была заменена. Анахак. 44-й номер. Еще одна очень титулованная спортсменка. Сребряный призер Олимпийских игр 10-го года в Дуаклоне. Два чемпионата мира позади, но пока с личными медалями напряженка. Ну а тем временем у Шарлотты Каллы лучший результат на километровке и восьмистах метрах. И сейчас мы видим, как этот результат не просто атакует, а готовится серьезно превзойти Марит Бьорген. Вот это уровень. Необычайно мощно. Проходит она километр 800 метров. И преимущество королевы лыжни составляет уже волшебные 8 секунд на старте. Километр 808 секунд Шарлотте Калле привозит Марит Бьорген. И Мария Гущина идет на третьем месте. Но пока Гущина, согласимся, выглядит очень неплохо. Марина Пиллер. Но это все сугубо предварительные результаты. Хэйди Вэнг, сборная команда Норвегии. Еще раз нам показывают старт подопечной знаменитого Эгеля Кристиансена. Вот она сейчас подходит к отрезку километра 800 метров. Тоже, кстати, начала не дурно. Фэйди Вэнг пытается закрепиться в составе своей сборной. Девушка молодая. Девушке всего 21 год. Становилась чемпионкой мира среди юниорок. Выступала в Отипе в 2011 году блестяще. Но уже в нынешнем сезоне появились призовые позиции. В том числе и победы на этапах Кубка мира. Так что Вэнг обращает на себя внимание очень серьезное. Идет пока на шестом месте. Так, Гущина. Мы смотрим за результатами Гущины. И тем временем француженки. Кайса Макаранин проигрывает. Королин Хюк выигрывает секунду и три десятых. У Кайсы на отсечке 9 километров. Подходит Финка потихонечку к финишу. На отсечке 6,8. Гущина 2,2 выигрывает у Кайсы. А сейчас Юлия Чикалева. На старте Чикалева проиграла. Марит Бьерген 2,5 секунды. А сейчас километры 800 метров. Еще одно впечатляющее начало от российской лыжницы. Юлия Чикалева идет на втором месте. Выигрывает у Каллы. У всех остальных, в том числе и у Гущиной, выигрывает немного. Порядка секунды. Но все-таки выигрывает. Проигрыш Марит Бьерген составляет 7,9 секунды. А это Мириам Гёснер. Мири готова великолепно. Прекрасный выкат. Отталкивание хорошее. Да, видно, что она находится в форме. Но здесь стрелять не надо. Здесь нужно только бежать. Что неоднократно здорово делала на протяжении своей короткой, но такой впечатляющей спортивной карьеры Мири Гёснер. И сейчас какая атака на позиции Гущиной. 16,7. Безусловно, сегодня Мири претендентка на медаль. И мне думается, что Кайса Макаранин должна быть высоко. Но также мы отмечаем, что Гущина идет второй. На отсечке 6,8 километров. Выигрывая, в свою очередь, немного, но все-таки 2 секунды у Кайсы Макаранин. Сарасоя Лилия. 30 секунд отставания. Внимание, 74-й стартовый номер. Это лидер спринтерского зачета Кубка Мира. Находящийся, кстати, на высоких позициях, в том числе и в общем зачете. Волд Кап. Кикон Рэндалл. Чемпионка Мира. Но 24,9 секунды. Дистанция не ее вотчина, не ее конек. Итак, Файер Пикон идет третий за француженкой. Ну а тем временем Кайса Макаранин финишировала. Нам ее финиш не показали. Она, Королин, проигрывает 7,7 секунды. Биллер идет третий. 76-й стартовый номер. Кристиан Штейра. Кристин Штейра. И здесь хочу отметить, что последняя, 78-я, на дистанцию ушла Тереза Йохау. Сборная команда Норвегии. Еще одна необычайно талантливая, уже весьма титулованная спортсменка. Сейчас Тереза, кстати, на отсечке километр с небольшим выигрывает у Марит Бьорген. Внимание, километр 800 метров. Здесь Бьорген Чикалева Штейра уступает. 18,7 секунды. Мы ждем, когда подойдет Тереза Йохаук. Тереза Йохаук, у которой, вот она на ваших экранах, лучший разбег на старте. Она выигрывала у самой Марит Бьорген. Итак, Тереза Йохаук, чемпионка мира на 30-ти километровке. Прекрасная эстафетчица в составе сборной своей страны. На прошлом чемпионате Восла она еще и в Дуатлоне была третьей. Тереза Йохаук пытается подобраться к результату Бьорген. Давайте посмотрим, хватит ли ей прыти, чтобы быть пока предварительно лучшей. Но в любом случае, посмотрите, одна десятая секунды отделяют Марит Бьорген и Терезу Йохаук. Штефан из сборной Соединенных Штатов Америки. 6 километров 800 метров. Но ее результат текущий вам сообщу после небольшой рекламы. Ешь блины, вспомни стильные кухни. Егор, ну кто так ест? Папа. За каждую покупку, оплаченную картой Мастеркард, с 1 января по 31 марта, Мастеркард пожертвует 10 копеек в фонд «Вместе против рака». Девушки. Константин. Я хочу сказать вам спасибо за то, что теперь мы вместе боремся против рака. Я не верю. А можно с вами сфотографироваться? Да. С вашей помощью мы обещаем перевезти 30 миллионов рублей. Оплатить картой Мастеркард просто. Подарить надежду бесценно. Ты все время в движении и заботишься о здоровье. Но твоя обувь тоже нуждается в заботе. Благодаря двойному ультрафиолету запах влага и грибки исчезает всего за 6 часов. Ультрафиолетовая сушилка для спортивной обуви «Тимсон». Каждый шаг навстречу здоровью. Ну вот сейчас Гущина идет на финиш и смотрим ее результат. И она проигрывает, проигрывает французской спортсменке. Но выигрывает у Кайсы Макаранин. Ну что ж, молодец Мария Гущина. Очень хорошая гонка для дебютантки чемпионата мира. И мы видим, что молодое поколение российских гонщиц вырастает. Жукова на финише. 12-е, 59,2 отставания. Вот это гонка. Ну а мы следим за тем, как Чикалева. Чикалева за Бьорген 4 километра в 7 секундах держится Юля. Ну вот вам, пожалуйста. Поколение молодое, талантливое, еще не обстрелянное. Но тем не менее сражаются сегодня девчонки. Этого мы ожидали. А по-другому и быть не могло. И вот мы видим, что сегодня и на финише. Пусть немного француженки Гущина проиграл. Но согласитесь, что Мария со своим результатом уже будет высоко. В Жуковой гонке не очень получилось. Минутное отставание. Но Чикалева, Чикалева, которая заявляла о своих притязаниях, о своих претензиях на лидерство, в том числе и лыжни мировой, пускай в отсутствие норвежских спортсменок на предолимпийской неделе. Чикалева была седьмой. И очень расстроена этому обстоятельству. Я имею в виду, анализируя результаты с Киатлона, где Бьорген победила. Тереза Йохаук была второй. Хэдди Вэнг третий. Штейра четвертый. Ковальчик осталась только пятой, опередив Каллу и Чикалеву. Восьмерку запкнула Лехтен Мяки. Вы посмотрите, насколько мощно идет норвежская группа. Ну, практически на всех соревнованиях. А сейчас мы смотрим на Лехтен Мяки на отрезке 6,8 километра. Так, мы наблюдаем прежде всего Гёснер, которая у Гущиной 26 секунд выигрывает. И за 600 метров до финиша Мириам Гёснер готовится показать лучший результат. Ана Хак проигрывает достаточно много. 14 секунд француженки, которая пока идет на первой позиции. Лехтен Мяки шестая на отрезке 6 километров 800 метров. Шарлотт Калла прошла. Шарлотт Калла концовку способна пройти невероятно быстро. Катрин Целлер 6,8, спортсменка из сборной команды Германии. Мы ждем, когда к этому отрезку будут подходить лидеры. Ну, я в данном случае имею А, разумеется, Марит Бьорген и Б, Юлию Чикалеву. Катрин Целлер 17 секунд на отрезке 6,8. Отставание от Элизабет Штефан, которая, кстати, американская гощица выигрывает 0,3 секунды у Мири Гёснера. И вот, внимание, укратая чемпионка мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Мири Гёснер работает на финиш. И преимущество ее будет, конечно, просто обалденным по отношению к француженке Кайса Мякаранин и, увы, к россиянке Марии Гущиной. Мириан Гёснер на финише выигрывает, обеспечивая себе очень солидный задел, но еще несколько спортсменок бегут позади. И, впрочем, согласимся, что Мири претендент сегодня на медаль. Потрясающий финиш, 29,6 секунды она выигрывает у французской спортсменки. И смотрим, что финишные отрезки, 46 номер, вот она там лежит без сил. Это Рика Сарасоя Лилия, которая привезла 3 секунды Марии Гущиной. Но все одно, Машин результат это потрясающие скорости с учетом молодости спортсменки. Да, вот они российские тренеры, которые способны из совсем новых имен, неизведанных, неизбалованных победами, уже формировать вполне-вполне боеспособный коллектив. Риталис Ропанин. Взялись финки во второй части дистанции. Взялись работать. Шарлотт Калла. На пяти километровке Чикалева второй результат показывает. Уступает только Марит Бьорген. И выигрывая у Каллы, выигрывая у Вен. 4,6 секунд соответственно. Вот она. Действующая чемпионка мира в этом виде программы. Невероятный универсал Марит Бьорген. Способная быстро, качественно, лучше всех на планете. Иными словами, бегать и конек, и классику. К отрезку 6,8 подходит. Но Юлия Чикалева пока, мы не будем забывать, идет на второй позиции. Хайди Венг. Плюс 19,5 на шести километровке. Отставание от Марит Бьорген. Идет уверенно. Сохраняя силы на финишный рывок Марит. Дистанция сложная. Дистанция рабочая. Не так-то много участков, где можно отдохнуть. Потрясающая сегодня гонка. Гонка невероятная. Итак, Мария Гущина на четвертой позиции. ФСЛ 12. Наталья Жукова 18. Минуту 28. Проигрыш лидеру. Анастасия Доценко 30. Но Гущина какова. Молодец. Молодец. И ее вхождение в десятку сильнейших. Возможное будет свидетельствовать, конечно, об успехе. Молодой спортсменке, которая только-только дебютирует, напоминаю, на чемпионате мира. Бьорген. Элизабет Штефан из сборной команды Соединенных Штатов. Пока на отрезке 6.8 лучший результат демонстрирует. Чикалева. Чикалева прошла 6 километров с небольшим. 14 секунд от Бьорген. Но Бьорген увеличивает превосходство. Вот сейчас мы видим финиш американки, которая, кстати, не смогла, судя по всему, превзойти показатели Мириам Гёснер. Гёснер по-прежнему первая. Американка на ваших экранах. Оттесняет Гущину на пятую позицию. 20 секунд преимущество Бьоргена на отметке 6.8 относительно Элизабет. А это Гёснер. Но она хорошо знакома. Всем нам без исключения. Ну и вот то, что творится сейчас на финише. И сейчас мы видим еще одну многообещающую спортсменку. Хэйди Вэн. Призер этого чемпионата. Бронзовая медалистка в дуатлоне. Для сравнения. У Элизабет Стефан выигрывает Марит Бьорген на 6.8 километрах. 21 секунду. 22 у Мириам Гёснер. 23 у Каллы. 30 у Ропанина. 38 у Гущиной. Очень плотно идут. Но преследователи только Марит Бьорген. И здесь, здесь. Насколько сейчас хватит сил на оставшиеся 3 километра у Юлии Чикалевой. Для нас это представляется важнейшим фактором. Потому что пока на данный момент скорости позволяют надеяться на атаку даже призового места. Юлия Чикалева. 72 номер сегодняшней гонки. Мы сейчас держим кулаки на то, чтобы хватило сил у Юлии пройти финишную часть дистанции. Она на ваших экранах. Не избавлять. Работать. 6.8 километра. Ну понятно, что сравнивать с Марит Бьорген, которая близка к тому, чтобы стать трехкратной чемпионкой этого мира 2013 года. Там нибудь пока не приходится. Но здесь мы смотрим. Еще нужно пройти в этот подъем. Чикалева борется. И мы смотрим второй результат Хайди Вэнг. Здесь отставание 21 секундное, скажем так. Небольшой все же будет гандикапчик. Совсем мизерный. Но тем не менее. 19,9. Ну что ж. В двух секундах от Хайди Вэнг. В двух секундах от Элизабет Штефан из сборной команды Соединенных Штатов Америки. Смотрим. Но определенное западение скорости есть. У Чикалевой она выиграла 5 секунд. В этот подъем, во всяком случае, чуть позволили сопернице приблизиться к Юлии Чикалевой. Ну а это Марит Бьорген. Конечно, весь мир обошли фотографии, где она показывает свои умрочительные мускулы. Но я с ней общался, брал интервью, неоднократно видел девушку, в том числе в самых разных нарядах. Она очень симпатичная. Кстати, огромное количество поклонников. Необычайно женственная, кто бы что ни говорил. Но в этом смысле, конечно, Марит абсолютная национальная героиня своей страны. И не только, в общем, популярность лыж. Она очевидна во многих-многих странах. И мы, конечно, Марит от всей души восхищаемся. Риталис Ропанин. Вот еще очень интересная фигура. Пока Лехтен Маки финиширует. Но здесь мы видим атаку на позиции гущенной. Выглядит тщетный Лехтен Маки. И вот Кайса Макаранин выигрывает ходом у своей соотечественницы и подруги по финской команде. Кайса на шестой позиции. Лехтен Маки, соответственно, на седьмой. Гёснер. Гёснер может сегодня быть в медалях. А вот Йо Хаук. Йо Хаук. Марит Бьорген проиграла на отрезке 6 километров. Всего три десятых секунды. Мы видим, что Йо Хаук бросает вызов. И таким образом сейчас за три километра до финиша два лидера. Между Йо Хаук и Бьорген предварительно определяется сильнейший спортсмен вот на этой отсечке. Третья позиция по-прежнему у Чекалёвой. Но достаточно тревожно смотреть нам, потому что в концовке за три километра до финиша все-таки чуть-чуть подрастеряла Юля свое преимущество, которое она имела. Вскоре за медаль. Но ведет эту борьбу по-прежнему Чекалёва. И сегодня понятно, что и она будет высоко, и та же самая Мария Гущина. Три километра до финиша Тереза Йо Хаук. Выигрывала меньше секунды она у Марит Бьорген. Прибавила, вы посмотрите-ка, прибавила. Четыре пять десятых Йо Хаук везет. Гораздо более титулованной своей подруге по команде. Тем временем Риталиса Ропанен. Финская спортсменка 16,1 проиграла на финише. Бьорген выигрывает 20 секунд у Гёснер. Гёснер сегодня победительницей не будет. Но очень может быть в споре за бронзу преуспеет. Здесь мы, конечно, очень надеемся на то, что финишные секунды от Чекалёвой позволят ей побороться с немецкой лыжницей и биатлонисткой Мири Гёснер. Мири по-прежнему впереди. Но пока она балансирует на грани попадания и непопадания на пьедестал почёта. Но в любом случае эта гонка великолепная для Гёснер, у которой такой трудной была подготовка к сезону. Я об этом неоднократно рассказывал во время биатлонных репортажей. И мы видим, что у Шарлотт Кааллы падает скорость за 600 метров до финиша. Она уступает уже Гёснер 16, нет, 13,6 секунды. Посмотрим, что на финише. И Калла финишировала. Ропани напередив. 12 секунд проигрыш Гёснер. Гёснер по-прежнему первая. Ждём, ждём, когда пройдёт. Чикалёва с третьим результатом. Пока она на отсечке 7 километров и 9 километров. Мы ждём, когда появится Юлия Чикалёва во всяком случае. Насколько будет хватать на финишных моментах Юлю, которая идёт к тому, чтобы побороться за третье место. Ну, понятно, что здесь позиции и Йохаук, и Бьёрген абсолютно недосягаемы для всех остальных. Они разбираются между собой. Но за 3 километра до финиша Тереза Йохаук имеет преимущество. 4,5 секунды она выигрывает. Тем временем Бьёрген 21,7 за 600 метров до финиша имеет преимущество относительно Мири Гёснер. Бьёрген сейчас на финиш идёт. Она совершенно очевидно сегодня будет призёром, но не факт, что победителем. Мощный финиш. Она знает прекрасно, что её подруга по команде делает всё, чтобы опередить и отвоевать золотую медаль у Бьёрген. Норвежские спортсменки, мы знаем, не совсем удачно выступили в командном спринте. Не сумели побороться за золото. 23 секунды преимущество Бьёргена относительно Гёснера. Молодец. А Чикалёва тем временем за 600 метров до финиша у Мири Гёснер выигрывает 0,3 секунды. И так вот она, борьба за бронзовую медаль между Юлией Чикалёвой и Мириан Гёснер. Ну что ж, насколько хватит сил, терпения у Юлии за 600 метров до финиша. Мизерное преимущество. В 0,3 секунды Чикалёва имеет относительно Мири Гёснера. И только Юля сейчас сможет побороться с Гёснер. С точки зрения отвоевания возможного, отвоёвывания бронзовой медали. Хэйди Вэнг падает скорость у норвежки. Четвёртый результат. Но как хорошо готова Чикалёва. В любом случае мы сегодня говорим о том, что Гущина перемещается на девятую позицию. Но опять же я хочу сказать, что для дебютантки чемпионата мира восхитительное выступление. Девятое место. Чикалёва. Хэйди Вэнг на ваших экранах. Мы ждём, когда последняя отсечка перед финишем на девяти с лишним километрах. Чикалёва была на второй позиции, выигрывая у Гёснер всего лишь 0,3 секунды. Мы смотрим, какое было преимущество у Юлии относительно Гёснера. Вот там секунда. В общем-то нельзя сказать, что на финише подсела российская спортсменка. Хэйди Вэнг. Здесь идёт борьба за предварительную тройку. Чикалёва от Гёснер сейчас уступает 0,8 секунды. Внимание! 600 метров до финиша. Судьба бронзовой медали. В руке Юлии Чикалёвой. Будем гнать её к финишу. Мириам Гёснер. Ну, понятно, ещё раз я хочу сказать, что Тереза Юхаук и Марит Бьёрген. Кто-то из этих спортсменок сегодня поднимется на верхнюю ступеньку пьедестала. Юлия Чикалёва. Вот она появилась сейчас. Итак, кто? Мириам Гёснер или Чикалёва? Смотрю, сейчас она выходит напрямую. И результат! Результат 25,56. Ещё 10 секунд в запасе у Юлии. Но здесь ещё несколько десятков метров нужно пройти. Кто станет бронзовым призёром Чемпионата Мира? Юлия, ну! И... 25,56. Выигрывает полсекунды Юлия Чикалёва у Мириам Гёснера. И это, судя по всему, бронзовая медаль. Бронзовая медаль Чемпионата Мира. Вот так. Вот как надо. Женская команда. Молодцы! Молодцы тренеры сборной Юлия Чикалёва! Отвоевала у Мириам Гёснер медаль Чемпионата Мира. Вот это успех! Вот это уровень! Да! Вот чему надо учиться Вольгангу Пихлеру. У российских тренеров в том числе. Можем! Можем подготовить достойных соперниц. Команда, которая явно не облистала и по именам, и по титулам. Но сегодня, сегодня мы видим, как почти в десятке Мария Гущина. И, внимание, на финише Перезу Йо Хаук. 10 секунд имеет преимущество относительно Марит Бьорген. И, судя по всему, она не отдаст это превосходство. Юлия Чикалёва. Ну что ж, никого больше нет. Только Йо Хаук. И у нас сегодня будет первая бронзовая медаль. Впервые практически за несколько лет российская женская команда выигрывает медаль. Блестяще. Блестяще. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим, что будет на финише. Переза Йо Хаук выигрывала у Марит Бьорген за 600 метров до финиша. 11 секунд. 11 секунд. 78-й номер везет королеве лыжни. Переза Йо Хаук. Чемпионка мира на 30-ти километровке. Блестящая эстафетчица. Близка к тому, чтобы запротоколировать за Норвегии еще одну победу. И выиграть у Марит Бьорген золотую медаль чемпионата мира. Переза Йо Хаук. Вы видите результат. Результат норвежской спортсменки. Умопомрачительное 10-секундное преимущество. Браво. Браво. Ну а у нас, во-первых, Крисен Штейров финишировала на 9-й позиции. Итак, Тереза Йо Хаук. Первая. Марит Бьорген. Вторая. Юлия Чикалева. Бронзовый призер чемпионата мира. Потрясающе. Принимала участие на чемпионатах мира 2007 года, 2011. Больших успехов не добивалась. Даже до десятки не дотягивала. В нынешнем сезоне уже появилась возможность побороться за медаль на предолимпийской неделе. Она это сделала, заняв второе место. И вот сегодня третья. Полсекунды отделила Юлию Чикалеву от Мириам Гёстнер. Большой успех. Итак, 32-секундное отставание Чикалевой от Йо Хаук. 5 десятых секунды на финише. Проиграла Юлия Чикалевой Мириам Гёстнер. Йо Хаук, Бьорген, Чикалева, Гущина, 13-й, опередив Кайсу Макарани. Ну что ж, Гёстнер получается очень плотный результат. Четвертая Гёстнер. Потом она проиграла, точнее ей проиграла Элизабет Штефан порядка 8 секунд. Хайди Вэнк шестая. Чикалева очень многих сильных спортсменок опередила. 2009 год. Евгения Медведева выиграла второе место на 30-ти километровке. Последняя наша дочь Чикалевой медаль чемпионата мира. И вот сегодня, сегодня третья награда. И первая женская награда, которая выглядит невероятно дорогой во всех смыслах. Потому что за Йо Хаук, за Бьорген, Юлия Чикалева дотерпела. И бронзовый финиш, великолепный совершенно. Когда казалось, что с каждым метром дистанции все меньше и меньше шансов. Но боролась Чикалева. И проигрывая Мириам Кёстнер за 600 метров до финиша, она превзошла знаменитую немецкую...